Накануне Химки отметили День города. В честь 80-летнего юбилея для жителей подготовили огромное количество мероприятий на любой вкус. Старт был дан в микрорайоне Клязьма-Сторбеева. Здесь прошел 10-й этап первенства Московской области по автокроссу. Участники состязались на трассе в 850 метров. Проводим подобное мероприятие уже в этом году второй раз. И соревноваться будут у нас дети в багах, так называемый класс D3 мини. Такие машины развивают скорость до 60 км в час. Но все зависит от технических характеристик. Баги Максима Шашенко собрал его тренер. Чтобы оснастить авто по первому классу, пришлось продать собственный квадроцикл. Зато рама у машины чемпионская. Раньше была частью автомобиля, на котором одержано немало побед в Европе. Сам Максим занимается гонками с 4-х лет. Привлекает адреналин, но осторожность не помешает. Главное соблюдать безопасность. Пристегнутым всегда ездить в шлеме. У нас экипировка. Ну и тогда все будет нормально. Спортивные мероприятия продолжили на стадионе «Родина». 14 команд приняли участие в эстафете «Спорт Химки-80». Это сотрудники химкинских предприятий. МПО имени Лавочкина, МФЦ, Химспас, Надежда, Химки-Электротранс и многие другие. Все настраивались только на победу. Пусть боятся все. Мы же победим. Прикучи крепкие! Соревновались на большой надувной полосе препятствий в 150 метров, которая входит в общую километровую дистанцию. Пока на родине жители проходили эстафеты, любители бега осваивали тропы химкинского леса. Приключенческий забег собрал более 200 спортсменов. Взрослым участникам подготовили дистанцию в 12 километров. Те, кому еще не исполнилось 18 лет, протестировали свою выносливость на пути в один километр. В полдень стартовал праздник в микрорайонах. Главной площадкой стал парк имени Льва Толстого. Танцевальные и вокальные конкурсы, аниматоры, клоуны, спортивные состязания также не оставили никого равнодушным. Отличный день, много площадок. Все началось с того, что мы сдали ГТО сегодня на золотую медаль, а заканчиваем здесь клоунами. И все впереди еще, поэтому спасибо за организацию. Продолжила праздник выставка цветов от каждой школы округа. Такая необычная экспозиция собрала десятки заинтересованных химчан. Каждая школа должна была выполнить ростовой цветок в соответствии с гербом. В нашем случае у нас три колонны. Каждая колонна ассоциируется с определенным местом. Первое место, второе и третье. У вас, я так понимаю, первое место здесь, да? Конечно, наш цветок на первом месте, как и наша школа. Арт-площадка перед театром «Наш дом» собрала художников, танцовщиков, флористов, музыкантов, профессионалов и любителей. Первые демонстрируют свои навыки и делятся опытом, вторые увлеченно слушают и пробуют себя в новом деле. Денис Ватутин, преподаватель ИЗО, сегодня учит детей новым направлениям в искусстве. Необычная техника рисунка особенно привлекает химчан. Дудлинг, латтеринг, вот есть вот эти новые современные такие направления. В них ничего особенного, но они называются красиво. Вот людям нравится. Они приходят и тоже интересуются очень сильно. Антистрессовое рисование, допустим, когда человек интуитивно какие-то делает линии, потом их облекаем в какие-то узоры. Жители смогли насладиться выставками фотографий и картин химкинских мастеров. Уличные артисты, оркестр, жонглеры, мимы создали атмосферу настоящего торжества. Также прошло шествие, в котором приняли участие актеры, музыканты и руководство округа. Праздничные мероприятия завершились грандиозным концертом. Около 20 тысяч жителей собрались на стадион арены химки, чтобы потанцевать и послучить звезд российской эстрады. Открыли концерт участники шоу «Голос». Затем на сцену вышла исполнительница Полина Гагарина, сразу покорив всех своей энергетикой и сильным вокалом. Эстафету подхватил нижегородский дуэт Ума Турман. Порадовал своими известными хитами, лиричными и ироничными. Зрители активно подпевали. Мы из России, народ, простой, я сразу скажу здорово, а ты улыбнешься и скажешь мне. Я так ждала тебя, Фома! В финале зажгла толпу группировка «Ленинград». Для многих исполнителей это не первый концерт в Химках. Полина Гагарина уже выступала здесь этим летом, а для Владимира Крестовского округ уже почти как родной, живет неподалеку. Оба артиста с удовольствием поздравили химчан. Дорогие химчане, с юбилеем! Пусть ваш город расцветает, процветает. Берегите друг друга, будьте внимательны друг к другу, поскольку вы и есть сердце вашего города. Дорогие мои соседи, я вас поздравляю от всей души, желаю вам счастья, здоровья, удачи. В общем, всего вам самого хорошего. Увидимся на районе. После выступления артистов химчан поздравил с юбилеем глава округа Дмитрий Волошин. Праздника все, друзья! Вы сильные на 80 лет! Идем вперед! И в конце небо окрасилось всеми цветами радуги. 80 залпов стали прекрасным завершением яркого праздника в честь круглой даты.